Приветствую вас дорогие друзья! Я продолжаю заниматься интересным делом, читать книги. И сегодня вместе с кружочкой утреннего кофе я расскажу вам еще об одной книге, которую я читаю. Это книга американского журналиста Чарльза Куральта. Вот она. «On the road with Charles Kurelta». «В пути, или в дороге, или по пути с Чарльзом Куральтом». Этот замечательный американский журналист придумал идею объехать всю Америку и написать книгу про ту Америку и тех неизвестных американских людей, которые есть в этой стране. И которые чем-то примечательны. У него не было особых проблем никаких с его редактором. Редактор ему сказал, делай что хочешь. Я тебе доверяю, дал ему денег, заметив, однако, чтобы он там не слишком выходил из бюджета. И дал ему время, сколько Чарльзу нужно, чтобы проехать всю Америку и написать вот такую книгу. Мне очень понравились истории, которые автор излагает. И он встречается с интересными людьми, о которых мало кто знает. Это герои, которые живут в себе очень тихо. Но которые делают большое дело для своего комьюнити. Для своего сообщества. И вот эти истории мне очень понравились. Например, история доктора, который лечил своих пациентов бесплатно. Или брал там какую-то символическую плату 1-2 доллара. А бедные люди, которые приходили к нему за помощью, обращались к нему, они платили ему тоже добром и продуктами. Они были там фермерами, допустим. И приносили ему яйца, курочку, хлеб, который сами пекли и так далее. И доктор этот не просто их принимал, но и следил обязательно за процессом их выздоровления. Обзванивал их. И контролировал этот процесс. Доктору этому не нужны деньги. Он не хотел быть миллионером никогда. Практика и любимое дело, любимая работа это то, что он считал важным. А также помогать другим людям. Вот такой доктор замечательный, которого все любили. И который был настоящим гуманистом и человеколюбом. Он никому не отказывал и помогал всем, кто обращался к нему за помощью. Следующая история про человека, который создал мастерскую по ремонту и производству велосипедов. И для детей, у родителей которых не было возможности купить своим детям велосипед. И вот этот замечательный человек давал эти велосипеды бесплатно на прокат детям. И таким образом дети получали удовольствие. Они чувствовали, что они тоже могут кататься на велосипеде. Ничего не лишены, как там, допустим, дети богатых родителей. И вместе с тем, вот этот человек замечательный приучал их к ответственности и дисциплине. И к тому, чтобы они думали и о других тоже. То есть вот ты взял велосипед на прокат, покатался, и ты должен его вернуть обязательно к назначенному времени, чтобы другой ребенок тоже мог этим велосипедом воспользоваться. Какой воспитательный момент в этом был. Дальше замечательная бабушка из Южной Каролины, которая готовила еду. Она пекла, варила постоянно и кормила людей за очень символическую плату. Она это очень любила делать. И все, кто нуждался в еде, ее получал. Кто мог заплатить, платил. Кто не мог, получал эту еду даром. Ну и, наконец, история еще одного человека, одинокого, старого человека, который очень любил природу и людей, и который получил от своих родителей духовное завещание следующего рода, что ты должен покинуть эту землю, немного сделав ее лучше, тогда можно сказать, что в твоей жизни был какой-то смысл. Если ты оставил эту землю немного лучше, чем она была. И он решил создать, разбить большой парк, ухаживать за ним, и чтобы любой человек мог прийти в этом парке, побыть и пообщаться с природой, отдохнуть, набраться сил. И вот он всю свою, в общем-то, старость посвятил этому. У него был огромный участок земли. Абсолютно там какая-то пустыня была, он посадил деревья и так далее. И потом, незадолго до своей смерти, он встретил девушку молодую, которая всегда мечтала жить на природе, не в городе, а именно за городом. И он ее пригласил к себе сначала на пару недель, чтобы она помогла ему ухаживать за садом. Вот, ей это очень понравилось все. Он о ней заботился, она была одинокая, он о ней заботился, об этой девушке, иммигрантке. И, в конце концов, он ее попросил после его смерти ухаживать за этим садом. И, когда он умер, эта девушка, испытывая к этому человеку огромное чувство благодарности и признательности за то, что он был с ней добр и заботился о ней, о саде, и был вообще человеком очень хорошим. Она, как бы, поддержала его дело и продолжила его дело. И этот сад существует до сих пор. Еще здесь рассказывается одна история про освободителя Болгарии. О человеке из бедной семьи, фермера, который стал журналистом и поехал в Болгарию. И благодаря его репортажам, статьям из Болгарии о том, что там происходит, вот эта вот резня, которую учинили турки в отношении болгар, узнали сильные мира сего. и помогли этим вот людям невинным спастись. Они их защитили. В том числе там российский царь. И вот памятник этому американцу, американскому журналисту Януариусу Алоизиусу Макгахену есть в штате Огайо, в городе Нью-Лексингтон. О нем уже никто не помнит, но кое-кто и не забыл, что был такой замечательный человек. Очень типичная американская история, когда самый простой человек из бедной семьи, из глубинки, вдруг становится человеком, который влияет на ход истории. Вдруг оказывается в центре великих исторических событий. Благодаря своей активности, благодаря своему призванию и вот правде. И вот читая про всех этих замечательных людей в этой книге, я подумал о том, что в жизни важнее всего пример. Личный пример. Пример для подражания. Если бы мне сказали вот какой закон ты бы принял, став там законодателем, законотворцем, первый закон, я бы запретил депутатам говорить. Я бы переименовал вот парламент, парламент в актамал. потому что для общества важнее не то, что люди говорят, а то, что они делают. И настоящий законодатель должен быть прежде всего примером для подражания и своим примером показывать, как он заботится о людях. а не заниматься болтовнёй, не заниматься этим бла-бла-бла. И вот ценность этой книги как раз я вижу в том, что журналист показал американскому обществу сначала, а потом и всему миру, потому что информация расходится очень быстро. английский это язык международного общения. И эта книга легко читается, потому что она такая публицистическая. Важность и ценность поступков, поступков, а не слов. Вот. Так что судите о людях по их поступкам, судите о политиках по их поступкам, а не по их словам хорошим и по таким же хорошим зарплатам. Но эта книга напомнила мне идею о том, что не стоит село бесправедника. И в этом есть такие люди несомненно есть в любой стране. Этих людей мы называем альтруисты. Люди, которые бескорыстно служат другим. Это очень важный фермент любого общества. Там, где есть бескорыстие, там, где есть альтруизм, там, где есть эмпатия, забота о других, это общество жизнеспособное. Там, где каждый сам за себя. В таком обществе жить неинтересно. Такое общество, я думаю, что оно обречено. Просто обречено. Потому что, как мы знаем, альтруизм это один из эволюционных механизмов. И очень скоро, я надеюсь, я смогу поговорить с вами о книге человека, который этот механизм открыл. Это Петр Кропоткин. У меня есть его книжка. И мы ее тоже обязательно обсудим. За всем прощаюсь. Читайте книги, пишите книги и меняйте жизнь к лучшему. Для этого такие книги и существуют.